Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня снимаю заключительный в этом году обзорный ролик по томатам. Покажу здесь гибриды среднерослые до полутора метров. Но в начале ролика я хочу показать вам томат русский богатырь. Это сортовой высокорослый томат. О нем я уже говорила в одном из своих обзорных роликах. И что хочу сказать. Вот тот русский богатырь, тот сортовой томат, о котором я говорила, который мне очень нравится. Хотя мои постоянные подписчики и зрители знают, что я в общем-то практикуюсь на гибридах. Больше мне нравятся гибриды. Но вот есть несколько сортов, которые я просто обожаю. И они конечно навсегда останутся в моей коллекции. Я всегда буду их выращивать. Сортовые томаты я также как и гибриды тестирую. Единственное, что немного, небольшое количество. Может 1-2 за сезон. И отбираю в дальнейшем вот самые такие, которые мне очень-очень понравились. Так вот, русский богатырь это и по цене очень доступный для любого садовода. И очень вкусный, и очень урожайный. Ну единственное, что вот не хранится. Так вот, что же я хотела показать вам. Вот видите, о котором сорте я говорила. Он вот в таких пакетах Седек. И по описанию масса 800 грамм. Средний спелый, он действительно не ранний, да. Очень красивые плоды. Вот не такие, как на картинке. Они прям идеально ровные, мячики такие. И есть русский богатырь от Аэлиты. Это совершенно другой сорт. Вот если вы приобретете русский богатырь от Аэлиты. Вот видите, масса плода 150 грамм. Это совсем другой сорт. Я так понимаю, я его в этом году протестирую. Вот взяла уже пакетик. Посмотрим, что же за русский богатырь у Аэлиты. Но вот я говорила не об этом сорте, не который Аэлита фасует. Поэтому будьте внимательны, когда вы пришли в магазин, либо куда-то в интернет-магазин заказываете. Тот томат, от которого я в восторге, извините, это как раз от компании Седек. Так, ну а теперь начнем обзор среднерослых гибридов. Аристократ. Просто великолепный гибрид до полутора метров. Здесь все будут томаты, все гибриды до полутора метров. Поэтому повторяться не буду. Я его тестировала, выращивала. Но мне больше нравятся, видите, высокорослые гибриды. Но Аристократ, если не высокая теплица, это просто идеальный гибрид для таких теплиц. Плоды очень-очень вкусные. Имеют такую, прям, знаете, сахаристую структуру. На вкус великолепные. По урожайности превосходные. Очень устойчивы к заболеваниям. В общем, одни плюсы. Замечательный гибрид. И по цене он тоже недорогой. Здесь можете прочитать информацию. И семян в нем 0,05 грамма. Ну, где-то 10-12 семян. Звезда Сибири. Этот гибрид я не тестировала. Это по отзывам наших покупателей. Покупателей городских. Это очень популярный гибрид. Масса плода до 200 грамм. И также вкусовые качества очень хорошие. И урожайность. И не болеет. Этот гибрид 12 семян в пакете. Гибрид Сестра. Этот гибрид я тестировала. Мне он очень понравился. Плоды вкусные. Урожайность отменная. И еще один огромный плюс. Даже указано на упаковке. У нас раннеспелый. Хорошо завязывает плоды при пониженной освещенности. Если теплица стоит где-то в теневом месте. Может быть растение. Либо забор где-то рядом. То вот гибрид Сестра как нельзя лучше подходит для выращивания в таких теплицах. Вкусный урожайный. И устойчив к заболеваниям. Средняя масса плода 140-160 грамм. Но там где-то до 300 грамм. 250-300 грамм вырастают плоды. И 0,05 семян в пакете. 0,05 грамма. Гибрид Барышня Крестьянка. Очень популярный гибрид. Среднеспелый. Высокоурожайный. Отличные вкусовые качества. У нас очень хорошо берут этот гибрид. Для Свердловской области он просто идеален. 180-200 грамм масса плода. Очень мясистый. Замечательный томат. И недорогой. Затем также очень популярный гибрид Людмила. Плоды до 250 грамм. Очень мясистый. Я его когда-то выращивала. Но вот сейчас уже так не помню. Знаю, что он мне понравился. Хороший был томат. Но что-то более я не могу сказать. До 250 грамм. Не болеет он. И здесь 12 семян в пакете. Гибрид Вано. Средняя масса плода. Где-то от 200 до 250 грамм. Ну вот отдельные даже не до 300. А грамм до 400 вырастают. И также урожайный. Устойчив к заболеваниям. Томат очень достойный. 10 штук семян в пакете. Очень популярный гибрид Настена. Прям очень многие выращивают именно этот гибрид. Здесь у нас 15 семян в пакете. Масса плода до 300 грамм. Плоды вкусные. Урожайность хорошая. В общем-то тоже такой довольно-таки достойный гибрид. Великолепный гибрид Примадонна. Также я его выращивала. Очень урожайный. Просто весь усыпан кистями и плодами. Много завязывает кистей. Плоды очень красивые. Масса плода до 150 грамм. Вкусные для консервирования. Очень хороши. Ну и в салате они также очень хороши. Достойный гибрид. 15 семян в пакете. Тоже всем рекомендую. Замечательный гибрид. Малиновый звон. Он и ранний, и очень вкусные плоды. И устойчив к заболеваниям. И урожайность у него также неплохая. В общем-то хорошая урожайность для такого невысокого гибрида. И здесь 15 семян в пакете. Черри Блессом. Это томат черри. Я его буду тестировать в сезоне 2021 года. Впервые он нам поступил в продажу. Я вообще никогда, честно сказать, не выращивала черри среднерослый. Вот это будет тестируемый гибрид сезона 2021 года. Здесь у нас 25-30 грамм масса плода. И вот он до полутора метров. Попробуем, что за черри Блессом. Томат Вега. Также среднеспелый. Этот я не выращивала. Но о нем очень хорошие идут отзывы. И буду тестировать его в сезоне 2021 года. Я уже показывала. Показывала то, что я планирую выращивать. В сезоне 2021 года. И что я планирую тестировать. 5 семян в пакете. Также каратас. Тоже по отзывам я его приобрела. Поступил он у нас в продажу. И буду тестировать в сезоне 2021 года. Тоже отзывы просто замечательные. 200-260 грамм. Ярко-розовый. 5 семян в пакете. Но ярко-розовый. Они все очень вкусные. Ультра-ранняя дружная отдача урожая. Но вот это тоже очень замечательно. Попробую. Посмотрим. Оценим. Мазарини. Давно всем известный. Гибрид. Урожайный. Вкусный. Устойчивый к заболеваниям. И в общем-то недорогой сорт. 0,03 грамма в пакете семян. 160-200 грамм. Средняя масса плода. 3-4 камеры. Вот когда. Если на пакете вы видите 3-4 камеры. 3-4 камерный. Томат это говорит о том, что он очень-очень мясистый. Замечательный гибрид энерго. Неоднократно его выращивала. Действительно очень достойный. Плоды вкусные. Урожайность отменная. Устойчивы к заболеваниям. В общем-то тоже одни плюсы у этого гибрида. 12 семян в пакете. Средняя масса плода. 120-140 грамм. В общем-то порадует любого садовода. Вот этот вот гибрид. Кто любит вот такие среднеплодные томаты. Я вот его почему в дальнейшем не стала выращивать. Потому что вот эта масса плода. 120-140 грамм. Я в принципе такие не выращиваю. Но во время тестирования мне очень понравился этот гибрид. Хороший, вкусный, урожайный. Хлыновский. Также прекрасный гибрид. Тоже неоднократно я его выращивала в свое время. Здесь масса плода будет уже покрупнее. Где-то средняя масса 200 грамм. Но отдельные плоды 350 и даже 400 грамм вырастают. Скороспелый. Очень устойчивый к болезням. Вкусовые качества отменные. И также 12 семян в пакете. И заключительным будет в сегодняшнем ролике у нас гибрид барон. Тоже я его выращивала. Замечательный гибрид. Здесь у нас 12 семян в пакете. Средняя масса плода 200 грамм. Вкусные плоды. Также этот гибрид ранний. Вкусные плоды. Урожайность отличная. И также устойчив он к заболеваниям. В общем-то вот такие замечательные гибриды. Среднерослые. Я хочу порекомендовать вам. Конечно это ролик для начинающих садоводов. Кто теряется в выборе. Кто не знает что выбрать. Вот такие гибриды вас точно не разочаруют. Это замечательные гибриды. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.